Ярослава Великонская Ярослава Великонская Ярослава Великонская Ярослава Великонская Ярослава Великонская Математика, физика, русский язык, как же это скучно. Вот физкультура совсем другое дело. За партой сидеть не нужно и белую рубашку можно не надевать. Какие школьные уроки и почему любят дети? Узнаем. Мой любимый школьный урок это, наверное, математика. Ну, потому что мне нравится, когда я записываю в клетке цифры, делаю примеры. Я вообще школу не люблю и у меня поэтому таких уроков нет. У меня два любимых школьных примета. Это вокал и изот. Потому что я люблю петь и танцевать. У меня это хорошо получается. Мой любимый школьный примет это история, потому что я считаю, что можно плохо знать русский, можно плохо знать математику. Нежелательно, конечно, но надо обязательно знать историю. Это изобретительное искусство, потому что я занимаюсь в художественной школе и у меня очень хорошо получается рисовать. Литература. Потому что когда ты вот читаешь, ты узнаешь что-то новое и интересное. А мой любимый школьный урок тот, который последний, потому что после него можно уйти домой. Терелкуши специально для всего по-взрослому. Так вот, девочки. Главный залог успеха ведущей что? Правильно, внешний вид. Лицо наш главный инструментарий. Ну что, девочки, прошло 20 минут. Можно снимать. А почему я красная? Странно, впервые вижу такую реакцию на огуречную маску. На какую? Огуречную? У меня нанекли руку. Упс, не увязочка вышла. Сейчас мы познакомимся с театром изнутри и знаем, как же видят его актеры. Датой рождения Краснодарского музыкального театра считается 1933 год. В репертуаре оперы и балеты, концерты Кубанского духового оркестра, ансамбля казачьей песни «Креница» и биг-бенда Георгия Гораняна. Наша экскурсия началась с посещения зала, в котором был каждый, кто приходит в этот театр на представление. Пулисы, потолок без конца и края, декорация балета «Жизель». Уже вечером на эту сцену выйдут артисты. Это занавес, но не тот, который мы привыкли видеть со сцены. Этот занавес пожарный. Он предохраняет зал от возможного пожара. Его вес целых 12 тонн. А здесь хранятся ружья и пистолеты, шляпы и веера, бутафория и атрибутика, без которых спектакль не был бы закончен. Эти мелочи помогают создать атмосферу и войти актерам в образ. Первые бутафорские предметы появились одновременно с появлением театра. Как и сейчас, они создавались из бумаги, картона, ткани, пластика, клея и красок. Каждый уголок театрального закуриста интересен, но больше всего нам понравилось в костюмерной. Здесь хранятся костюмы к 18 балетам. Они чистые и выглаженные, дожидаются своего часа. Над костюмами трудится целая команда. Здесь мы парим костюмы, готовим. Костюмы практически стираются только то, что можно стирать. Потому что все клеено, все в бисер, все это только чистим щетками, там все это такое. Мы невидимая сторона нашего балета. Поэтому к каждому балету мы относимся как к ребенку. Одной из первых функций костюма была защита тела от природных воздействий. Сегодня костюм в театре – это вторая оболочка актера. Неотделимая часть образа – средство художественного выражения. Выскакивает солист, мальчик-сольник, и у него разорвалась трекор, ну просто вот так. А это минуты две. И вот он становится. Мы внизу, одна девочка с одной стороны, я с другой стороны, сшили, не успеваемо обрезать иголку с ниткой. И он у нас выскочил. И танцевал, иголка с ниткой. Но слава богу, не украл. Нам повезло. Мы попали на настоящую репетицию оркестра. Вести себя нужно было тише воды, ниже травы. Чтобы не мешать артистам. Театр – это целый мир, в котором живут сотни творческих людей. Маша, тебе не кажется, что нас по одной выживают? Сначала Диана сошла с дистанции, затем Ася. Боюсь, до эфира никто не доберется. С одной стороны, это хорошо, а с другой, меня тоже терзают смутные сомнения. Алло. Маша, ты где? Я на кастинге. Срочно летать, у тебя съёмки. А вместо меня никто не может поехать? А я тебе что говорила? Держись, Злата. Здравствуйте. В эфире новости. В студии Никита Цикун. Сегодня в выпуске. Встреча с блогером. Вопросы и ответы. Лето в красках. В гостях у медиалагеря побывал блогер. Ребята не упустили шанс узнать продвижение своего канала из первых уст. Селфи-палка и телефон. Атрибут необходимый блогер. Но что нужно сделать, чтобы канал был интересным? Об этом мы узнаем на мастер-классе с Михаилом Мячем. Участники встречи с первых минут засыпали гостей вопросами. Как сделать так, чтобы твоё видео смотрели, а на блог подписывались? Эти темы волнуют каждого YouTube-пользователя. Сегодня видеоканалы в интернете наравне с традиционным телевидением можно отнести к средствам массовой информации. А блогеры пользуются у юного поколения особой популярностью. Нам потребовалось 2 часа 20 минут, чтобы пропылесосить, помыть полы, протереть везде пыль, перемыть банки. Короче, супер-мега-генеральская уборка всё-таки произошла. В это время гороши спала. Блогер Михаил Мячин в интернете больше известен как Майк. В декабре будет 5 лет, как он каждый день без исключения снимает для своего канала видео. Всё началось с канала Жираф ТВ. Я снимал передачи о том, как снимать видео, как делать вот такие вот софтбоксы своими руками, свет как делать, как правильно ставить композицию. Чтобы стать блогером, нужно создать канал, оформить его, снять оригинальное видео и распространить контент по аудитории. Но и это ещё не всё. Чтобы быть серьёзным блогером, нужен компьютер. А дети тоже могут быть серьёзными блогерами, поэтому им тоже нужен компьютер. У папы с мамой, простите, компьютеры. Ещё важно во влоговых видео, это очень часто, чтобы менялся фон. То есть, ну, менялось место, где вы снимаете. Например, у вас 5-минутное видео, если в итоге получается, то в этом 5-минутном видео, ну, наверное, каждые секунды 20-30 вы должны снимать в разных местах. Дети не только слушали гостя, но и рассказывали о блогах, которые интересны им. Михаил считает, что блогером можно стать в любом возрасте. В этом весь, как бы, смысл Ютьюба, что каждый может стать блогером, каждый может стать кем-то интересным. Им просто нужно рассказывать о том, о чём тебе самому интересно. После мастер-класса участники встречи не сразу отпустили гостя, только после автограф-сессии и селфи на память. Я его сохраню себе на память. Мне очень понравился мастер-класс. Я уже даже успела подписаться на его канал, и ещё я успела сфотаться с его кнопкой вместе с ним. Пока шёл мастер-класс, я успела снять свой первый влог. Осталось только смонтировать. В фестивале красок не сдают позиции, и каждый раз приходят тысячи людей, которые не боятся быть раскрашенными во все цвета радуги. Фестиваль красок родом из Диндии. И вот уже несколько лет назад, что у нас, нас подарим. Сегодня сюда пришли сотни мальчишек и девчонок, чтобы испытать новые ощущения. Постыду участники говорят, что здесь отличная атмосфера. Сегодня мы возьмём мастер-класс, полюбителей бумажной краски. Испытай на себе! Вперёд! Фестиваль красок Холли – самый яркий праздник мира. Зародился он в Индии более двух тысяч лет назад, и в последние годы стал популярен в самых разных уголках земного шара. По традиции фестиваля его участники осыпают друг друга яркими красками, желая при этом удачи и процветания. Краски изготовлены из органических компонентов, которые совершенно безвредны. Поэтому щедро осыпать друг друга цветным порошком не только можно, но и нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где? Где? Посмотри! Я не могу выйти так в эфир! Здравствуйте! В эфире «Прямой разговор» в студии «Злата». Просто «Злата». И с этого момента эту программу буду вести я.